И всем здоров, с вами Лорд Скорб, и сегодня у нас будет обзор, ну а точнее моей кастомной самоделки, вот такого вот костюма, ну скорее экзокостюма, вот такого вот прикольного робота. Давайте его начнем рассматривать. Также перед началом видео хотелось бы вам всем сказать, если вы хотите попасть в нашу беседу, в наш чат, в нашу конфедерацию, альянс, называйте это как угодно, по помощи всем, по продвижению ваших каналов на ютубе, то в описании будет ссылочка на добавление меня, переходите по ней, и вы будете добавлены официально мной. Так что советую всем перейти. Ну, давайте приступим. Вот такой вот у нас робот прикольный, то есть, ну, внешний вид. Первое это, как мы можем видеть, его вот такая вот большая, в принципе, конструкция. Так, что-то слишком светло стало, надо убавить немножечко. Можем видеть, сейчас я вам в сравнении покажу, ну, с любой мини-фигуркой. Обычно я делаю это на этой, потому что она ко мне ближе всего. Вот так вот это выглядит. В принципе, практически в три раза больше. Ну, это довольно прикольно. Сделан он из деталей таких шарнирных, то есть, на которых есть шарики. Очень удобно крепится все. На мой взгляд, очень практично. Получаются, как бы, такие крепления очень подвижные. Значит, можем видеть, вот здесь вот у него такая вот лапа с когтями. Ну, или же рука с когтями. И вот такая вот длинная, мощная пушечка. Именно длинненькая пушечка, что делает ее довольно опасной и мощной. Но также практичной. Как можно видеть, вот тут есть вот такой выступ. Это что-то типа прицела. То есть, для прицельного огня. В принципе, робот может обходиться как с пилотом, так и без. Для этого у нас есть вот такие оптические сенсоры. То есть, как бы, замена глаз. Ну, также в нем расположен генератор. И, чтобы он не перегревался, здесь есть вот такие вот отверстия. Ну, что-то напоминает рот. Сделан он весь вот в таком красном красивом цвете. Мне довольно он нравится. Не знаю, нравится ли вам, но мне он, в принципе, зашел с вот таким вот детализацией. Я его, кстати, довольно долго делал. Ну, чтобы вот все это прям по красненькому так все подходило. Тут мы можем заметить руль и держатели для оружия. То есть, можно на эти держатели поставить мини-фигурку. Что я сейчас и сделаю, как бы. Вот такой вот, получается, у нас костюм для человечка. Вот так вот двигается он, кстати, на 360 градусов, что делает его практически неизвенно. То есть, если сзади есть враг, он разворачивается, достает свою пушку. Ну, или же, если враг сзади, то он может дать ему по его башке. Ну, если это такой же робот, своей когтистой лапой. Или просто развернется, или вот так. И выстрелит в него. То есть, очень довольно крутой. Ну, давайте я вам покажу его подвижность, что ли. Итак, приступим к подвижности. Как мы можем видеть, рука у него... Давайте сначала это рассмотрим. Кстати, можете видеть, разделяется на две части. То есть, как бы, это такой маленький шагоход. В принципе, тоже как можно использовать. И вот такая сама часть с руками. Давайте рассмотрим. То есть, как вы можете видеть, с подвижностью все хорошо. То есть, двигается. Тут, ну, все пальцы, естественно, тоже двигаются. Очень легко. Тут шарнир есть. Давайте я вам покажу. То есть, вот, как видите, все у нас на таких шариках, на шарнирах. Думаю, вы и сами это поняли. Ну, и, как бы, все прекрасно вот так вот двигается. Ну, и прекрасно отделяется. Просто одной рукой вам покажет все это довольно неудобно. Все-таки сейчас я нашел подставочку. Вот, как вы можете видеть, все прекрасно двигается. Функционал прекрасный. То есть, может вполне дать хорошего леща, если это какой-то огромный робот. Ну, и также вот с этой рукой. То есть, вот все двигается. Даже пушка крутится вот так вот, как вы можете заметить. Что не может не радовать. В принципе, мне этот робот настолько даже нравится. Вот даже, можете видеть, что у него ноги все двигаются. Даже ступни двигаются. То есть, вообще прекрасно. Он даже может на шпагат сесть. Без проблем. Мне этот робот настолько нравится, что я его даже оставлю, ну, не знаю. Оставлю, скорее всего, у себя как на память. Поставлю где-нибудь на полочку. То есть, ну, он очень крутой, на мой взгляд. Получился очень хорошо. Детализирован. Все, есть как бы оружие. Боевой весь такой себе. Очень классненько сделан. Думаю, вы поддержите мое мнение. Ну, а на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте видео. Также вступайте в игру в ВКонтакте. Ссылочка тоже будет в описании. Ну, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok